Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о мессенджере Telegram, который уже давным-давно обосновался в наших телефонах и уже превращается в нечто большее. Это уже давно не мессенджер, и если вы не пользуетесь этим приложением, то теряете очень многое. А почему теряете, расскажу после заставки. Оставайтесь с нами, поехали! Мы наблюдаем очень интересные метаморфозы, которые проходят с Telegram. Он превращается из средства общения в нечто большее. И в первую очередь это происходит благодаря ботам. Ботов есть огромнейшее количество, и я сегодня расскажу вам о пяти ботах, которыми я пользуюсь. Первый и, пожалуй, самый, наверное, нетипичный бот, это бот Почты России. С помощью этого бота вы можете делать многое. И самое интересное, что вы можете сделать, это даже пообщаться с сотрудниками Почты России и добиться каких-то ответов, вменяемых от живых людей. То есть это не просто бот, а некий такой чатик. Итак, что же умеет делать этот бот? В первую очередь я его использую для того, чтобы отслеживать посылки, чтобы никуда не выходить из Telegram. Он у меня установлен везде, и на компьютере, и на телефонах, на всех телефонах. Вот, например, я сейчас взял новый телефон Canvas 5, и мне не нужно оставить сюда кучу приложений, клиент Почты России и прочих вещей. Я просто вбил номер в чатик и получил все этапы движения моей посылки по территории России и не только. Кроме этого, можно узнать стоимость посылки. Например, я хотел отправить посылку весом 1 кг из Москвы, ценностью 1000 рублей. И вот мне сотрудники ответили, что стоимость данной посылки будет равняться 244 рублям, без учета упаковки, что в принципе неплохо. Также я могу выяснить, где ближайшее отделение Почты, либо же узнать о том, как работает данное отделение. Вот, например, я запросил индекс по адресу. То есть улица Минжинского, дом 25, относится к почтовому отделению 12-93-27. Если мы вобьем сюда 12-93-27, то мы получим информацию о часах работы, о адресе и другую подробную информацию об отделении. Данному боту не хватает, пожалуй, такой скорости работы, потому что не всегда очень быстро все это происходит. С почтовым ботом, думаю, мы закончили, поэтому давайте двигаться дальше. Следующий бот, который я хотел бы вам показать, это бот Exchange Rates. Он позволяет вам следить за курсами, позволяет пересчитывать одну валюту в другую. Вы можете встраивать данного бота в чатики и потом во время общения переводить на лету буквально те или иные суммы денег. Ну, например, если мы хотим узнать, например, курс доллара к рублю, мы просто, вот здесь есть клавиатурка, нажимаем на эту кнопку и получаем подробную информацию, вплоть даже до графика. Также мы можем воспользоваться командой и написать, например, в ручном режиме команду, например, 120 USD в рублях. И все, очень простая команда и мы получаем ответ. 120 USD в рублях это 8000 рублей примерно. Если же вы вдруг не знаете обозначение той или иной валюты, как ее писать, US или доллар или не доллар, вы можете воспользоваться такой командой. Вот она есть в списке help и вам бот предоставит список всех валют и их обозначения, всех валют, с которыми этот бот работает. Очень удобно, очень просто и здорово экономит время. Кроме этого, можно встроить этот бот в чатик. Идем дальше. Следующий бот я использую для того, чтобы заказывать такси или же узнавать вообще, куда стоит обращаться за заказом такси. Потому что иногда цены могут сильно варьироваться в разных сервисах. Данный бот, таксиграм, он работает следующим образом. Вы пишите ему направление, то есть пишите место от и место назначения, куда вам нужно, до. И после этого пишите место назначения. Все достаточно просто. Здесь вот есть инструкция. Также вы можете установить у этого бота ваши какие-то избранные места, то есть воспользоваться командой points и вбить, например, дом, работу для более удобного общения с ботом. В данный момент бот поддерживает всего три сервиса Uber, Яндекс.Такси и Гет.Такси. Но я надеюсь, что скоро этот список расширится, потому что постоянно ведется работа над этим ботом. И он иногда бывает, что работает не совсем правильно. Вот, например, последний мой поиск, он мне отображал карту, на котором нарисован маршрут. Вот выше у меня подобные запросы были, где мне бот дает подробную карту с проложенным на нем маршрутом и отображенными точками А и Б. И вот, например, здесь вот мне была выдана вся информация по сервисам, по Яндекс.Такси, по Uber и приблизительные цены. Так я могу определиться, на каком же сервисе я поеду в то или иное место. Думаю, будет очень полезным. Тем более, этот бот работает во многих городах. Так что советую его установить. И давайте двигаться дальше. Следующий бот у нас для любителей готовить. Потому что этот бот знает очень-очень много рецептов и позволяет как-то вам разнообразить ваши кулинарные шедевры. Сейчас в базе около 20 тысяч рецептов. Работает этот бот очень интересно. Вы можете вбить как название какого-либо блюда. Будь то солянка, торт или пельмени. И бот вам выдаст кучу рецептов. Либо же можно вбить, просто залезть в холодильник и посмотреть, что у вас есть. Ну, например, нужно вбивать через запятую обязательно лук. Ну, и я не знаю, что еще у нас есть в холодильнике. Картофель. Сейчас подождем и увидим, что же бот нам предложит приготовить из данного набора ингредиентов. Идет поиск рецептов. Хорошо. Вот, пожалуйста, смотрите, какое огромное количество рецептов. Можно тапнуть по ID того или иного рецепта и узнать более подробно, как же его готовить. Вот рецепт, ингредиенты, сам рецепт, последовательность действий. Можно добавить в избранное. И пользоваться этим ботом будет гораздо удобнее. И идем дальше. На закуску я подготовил вам, пожалуй, самый мощный инструмент в арсенале ботов. Это Яндекс. Бот Яндекса, он умеет кучу всего. И, например, я пользуюсь им для поиска. Можем что-нибудь поискать. Для этого нужно написать, что такое и запрос. Ну, например, что такое, не знаю, бук. Вот. Вот что такое бук. Вот можно нажать подробнее. И тогда бот пришлет вам более подробную информацию. То есть продолжит статью эту. Можно, например, написать просто слово бук. И, по идее, бот должен будет прислать нам фотографию этого. Нет, к сожалению, не присылает. Ну, тогда, не знаю, крокус напишем. Крокус. И бот пришлет, должен прислать нам фотографию цветочка. Вот. Вот такие цветочки красивые. Кроме этого, он умеет еще и показывать новости, например. Вот есть рубрики, да, и здесь можно по рубрикам пройтись по более подробным каким-то новостям, которые интересуют именно вас. Также можно искать музыку здесь, переводить. То есть огромные-огромные возможности у бота. И изучать их вам нужно будет не один час, я думаю. Потому что он может очень-очень много. Я игрался с этим ботом достаточно долго. И так до конца я не изучил всех его возможностей, потому что они очень велики. Я думаю, это видео станет вам полезным. Если вы пользуетесь какими-то другими интересными ботами, то, пожалуйста, оставляйте список своих ботов в комментариях. Ставьте большие пальцы вверх. А на этом у нас все. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!